всем привет дорогие друзья и по последней традиции выхожу в прямой эфир когда стою в диких пробках и еду домой после большого прекрасного съемочного дня будем разговаривать вопрос-ответ буду делиться с вами последними мыслями я люблю тебя пишут мне мужчина уже хорошо хотя когда женщина пишет тоже приятно вот мы с настей юли смотрим прекрасно чтобы не скучали сильно до завтра скуча уже привет из луганска привет а кстати няня тоже из луганска так что добавляетесь друзья ух как сразу много прекрасно задавайте ваши вопросы что вас интересует как у меня дела вот рассказываю сегодня был прекрасный съемочный день начался он черти во сколько хотя вчера он начался совсем черти во сколько вот два съемочных дня кое-чего о чем я пока распространяться к сожалению не могу хотя язык чешется очень давно вот и интересно все это происходящее могу абстрактно рассказывать что я думаю конечно большинство из вас догадывается но конкретно что это я сказать не могу съемки очень интересные насыщенные неожиданные на преодоление на выход как это модно говорить это выход из зоны комфорта вот я делаю вещи несвойственные себе я думаю что вы сильно удивитесь я надеюсь приятно удивитесь тому что увидите в следующем году точная дата не определена и точно даже месяц не определен но есть надежда что это будет даже в конце января вот если это будет в конце января то это будет совсем супер потому что ждать осталось не так долго до нового года осталось 60 дней по моему или семьдесят сколько да да совсем даже с математикой у меня не очень дай бог чтобы мой сын не смотрел вот так что куда я еду я еду домой наконец-то к своей доченьке она мне сегодня целый день звонила и писала и очень ждет меня вот так что то я очень надеюсь что вы будете приятно удивлены местами шокированы местами будете закрывать детям глаза вот может быть и раскроете меня как во мне точнее что-то определенно новое вопросов как я вижу нет ко мне у вас вы только пишите мне приветственные значки хотелось бы конечно получить от вас какой-нибудь вопрос но поскольку его нет собираюсь вот домой тему следующего поста обдумываю вот и и хотела поговорить с вами я правда уже говорила об этом как-то летом по моему это было год назад после моего возвращения из франции вот мы говорили с вами про возраст мы говорили с вами про стандарты красоты про то что девчонки для меня девчонки уже в погоне за молодостью как им кажется начинают себе делать всевозможные инъекции и превращаться в абсолютно одинаковых людей которых порой не отличишь вот и а и всем почему ты не занят должен быть занят еще две вот думаю что напишу большой пост об этом и спрошу ваше мнение об этом все нужно ли себя как-то улучшать апгрейдить для того чтобы для чего для того чтобы нравится себе или для того чтобы нравится какому-то определенному мужчине для того чтобы нравится всем мужчинам а зачем вам нравится всем мужчинам что на ужин хороший вопрос я сегодня много ела как и вчера собственно я на съемках почему-то много ему очень себя за это корю поэтому завтра вот завтра определенно разгрузочный день буду следить за питанием наконец-то Вернулась моя домовая управительница Прекрасно готовящая И будет мне готовить Полезную Ой, тут оказывается много А если мужчина делает процедуру? Если мужчина делает процедуры Это странно На мой взгляд Мужчина не должен делать процедуры Потому что у мужчин, конечно, просто Невероятная фора Он может, в общем, на самом деле Мне иногда кажется, что чем страшнее Чем брутальнее Единственное, что Он должен быть опрятным Все чистое Одежда чистая, вкусно пахнущая И вообще, в принципе, от него должно неплохо пахнуть Вот Опрятные руки Ноги желательно Вот В остальном, если Мужчина себя Как-то Что ты написал? Отпишись Понятно Отписывайся Вот Ой, тут у нас Серёня Серёня, привет Так, девочки налетели В эфире Серёжа Лазарев Все передаём ему Приветы огромные И поцелуи Серёня, привет Вот, так что Мне кажется, что Мужчинам Для мужчин это абсолютно лишнее Вот тому подтверждение Например Обложки журнала Esquire Чего, Гагарина Обложки журнала Esquire Где непосредственно подчёркнуты морщины И всякие Марианские впадины На лице Рытвины Вот И это всё создаёт Фактуру Драматичность Их лиц И характерность Вот Это всё Меня Как женщину Очень привлекает В этом есть Настоящесть В этом есть правда И в этом есть Хотите Секс За меня лично В этом есть Мужское начало И Мне кажется Мужчина не должен следить За тем Как он Выглядит Красоваться перед зеркалом И вот тому подтверждение Например Ещё раз Тикток Вот Например Давайте поговорим об этом Меня просто Возмущает То, что В Тиктоке Просто засилие Вот этих Молодых Мальчиков Которые не В конце концов Я не против видео Я Не против каких-то Ну это я за Таланты Когда вот Я подписалась недавно На мальчуга На который классно поёт Вот Не помню Как Сейчас найду Скажу вам Как его зовут Вот Но когда они Бесконечно Красуются И Там какие-то Какие-то их Как это называется Коротенькие видео Где они просто Томно Смотрят в камеру И просто Эти видео Можно назвать Сам себя хочу Меня это действительно Возмущает Потому что я понимаю Что в Головах Ноль Вот Они в восторге От себя И они на что-то Наверное Я даже не представляю На что они Рассчитывают На что они Претендуют Кем они хотят стать Что это О чём это видео О том Какой ты красивый Как тебя одарила Или какой ты Фильтр Ну в общем Какая-то Просто Порнография И Ересь Вот Я против этого Поэтому я очень Избирательна Я тут Подписалась ещё В тиктоке На Всякие Стендапы Это я обожаю Да И В общем Я за Пропаганду Мужественности А самый главный Мне кажется Орган У мужчин Самый привлекательный Это мозги Вот Мозги Соответственно Чувство юмора Всё что сопутствует Крепким Светлым Умным мозгам Вот Поэтому Дорогие парни Обращение к вам Учитесь Читайте Будьте Любопытными Любознательными И Этим Именно этим У нас Полина Какой фильтр Сейчас у тебя Фильтр Называется Natural Beauty Вот Нет Я могу Его отключить Конечно Но не буду Зачем Смотри Как красиво Я как Гладенько Гладенько Знаешь ли После съемочного дня В Очень Жарком Я даже не представляю Знойном Кримвагене Вот Где парит печка И сжигает Полностью Эпидермис Лучше Использовать Вот сейчас Вот фильтр Для того Чтобы было Не видно Насколько Моя кожа Засушилась Сегодня Ехать Ещё Господи Боже мой 40 минут Ну конечно же 40 минут Я с вами Разговаривать Не буду Не буду Отвлекать вас Так и Хотя Вот Вопрос Серёжа Да Но это не поэтому Лицо Как вот То что ты Сказал Такие слова Я не могу Говорить А это потому Что я Занимаюсь Любимым делом Очень интересным Когда дуэт с Лазарем Вот Серёжа Отвечай Когда у нас Дуэт Вот ты смотришь Комментируй Пожалуйста Я жду Потому что В каждом эфире Мне задают Этот вопрос Когда Мы найдём с тобой Время Место Запишем Дуэт Вот А куда вы едете Ещё раз повторяю Я еду Да Знаете Вот просит нас Серёнь Просит нас с тобой Прямой эфир Я За Ты Тоже За Я уверена Поэтому Давай Назначай время И мы с тобой Засинхронизируемся И расскажем Всё Вот Как на духу Вот как на духу И сохраним этот эфир Чтобы все Пересматривали Вы едете Да Еду Ваша самая любимая песня Из репертуара Сергея Лазарева Так Моя 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 Любовь Это так красиво Мне очень нравится песня Мне очень нравится Последняя Классная песня И мне очень нравится Лови Серёжа Дальше Я слов своих песен Не помню Слушайте В общем Лови Вот Очень красная Классная песня Я не за За Заикаюсь Да Спасибо Что вышли в эфир Вы сами ведёте страницу Инстаграм Я веду её исключительно Сама Никому не доверяю Свой пароль Аккаунт Вот Иногда Нет Никогда Просто говорю Что надо выложить Если вдруг не успеваю Передавая кому-то телефон Но Инстаграм Веду сама Исторически И Никому Его Не отдаю Потому что Это серьёзный Серьёзная вещь Знаете ли В наше время Инстаграм Тем более Такой большой С такими потрясающими Подписчиками Как у меня Вот Активными Отзывающимися Поэтому Нет Я никому не отдаю Сама пишу посты Что-то корректирую Потом перечитываю Обязательно Вот Кому можно предложить стихи Мне можно предложить стихи Я их прочитаю Вот Как вы относитесь К смывающимся Что-то Что вы пишете Как ваше настроение Понимаете Моё настроение Прекрасное Ну вот Я очень люблю Насыщенные дни Единственное В них К сожалению Есть цена Этому всему Вот В насыщенных И В рабочих днях Я плачу Великую цену Я Скучаю По своей дочери По своему сыну Вот Не вижу их И Соответственно Жду Как ману небесную Входные Чтобы с ними Потискаться Поболтать Куда-то сходить Когда премьера Новой песни Интересный вопрос Знаете Песня Так Получилось Что Вот у нас уже Вот Вот Прям Горячий пирожок Сколько у вас детей Двое Каждый раз Меня спрашивают Ну хорошо Песня уже Записана Практически Остались Вот там Какие-то Знаете Финтифлюшки Записать Сверху Песня Очень красивая Ну прямо Очень И Она прям Ну конечно же Про любовь Но она очень подходит К наступающему Времени года И поэтому Я вот На самом деле Выбираю дату И Думаю Или Это сделать В конце Декабря Вот Или В начале Декабря Или же Уже Перенести На Февраль Вот Когда вы Больше слушаете Музыку Вот например Или Или в конце Января Не знаю В общем Дата открыта На самом деле По обстоятельствам Потому что Еще Совсем недавно Еще свежа песня На расстоянии И Она только Набирает обороты Вот Чтобы все Ее Расслушали Клип Рассмотрели И Влюбились С новой силой Полина Сколько тебе лет Тридцать Три Года Вот Такие Дела Вот Поэтому Лучше в декабре Да Вы хотите сказать Ну Какую машину Ой Какую музыку Вы слушаете Когда едете В машине Я слушаю Разную музыку Очень Разную Вот Сейчас Мне последнее время Очень Нравятся Последние песни Сэма Смита Даймондс Хочется уже Новый год Но нет Сереж Привет Нет Не хочется Еще Новый год Нужно Все успеть До конца Этого года У меня Есть Дела Неоконченные А я Очень люблю До конца Года Как-то Со всеми Все Зачищать И Ставить Галочки Напротив Дан Сделано Вот Что Что касается Какие Тебе Машины Нравятся Мне Нравится Та На Которую Я еду А Почему Без Маски Потому Что Я в Своей Машине Зачем Мне Маска И Что касается Масок Я скажу Наверное У него Ужас Мне написали Что я выгляжу На 20 Полина Вот Привет На расстоянии Круто получилось Спасибо Большое Какую Машину Я предпочитаю Мерседес Я предпочитаю Мерседес С которыми Я уже Практически Пятый год Вот И Не изменяю Моя любимая Самая комфортная Машина На свете Это правда Какую Последнюю Книгу Прочитала Мучительно Мучительно Перед сном Вернее Не мучительно От того Что Книга Плохая Но Мучительно От того Что я пытаюсь Почитать Хотя бы Несколько Страниц К ряду Днем Как-то Не удается В течение Дня В машине Я А я сейчас Собственно И Она где Хабиб Где книга А вот Сейчас покажу Степанова Женщины Лазаря Роскошная Книга Очень Очень Интересная И Написана Просто Восхитительнейшим Художественным Образным Языком От которого Просто Патока Разливается Очень Всем рекомендую Почитать Классную Литературу От которой Разбогатеет Я уверена И ваша речь И ваше Вмышление И Вы будете Себе Представлять Всякие Всякие Образы Всякие Класс И История Животрепещущая Как Милша У нас Сопли Вот Садик Естественно Связан С этими Всеми Делами У нас Сопли Достаточно Много Соплей Но так Мы Бодры Веселые Вот Ну только Вот Немножко Такое Дело Сопли Сопли Какие У вас Еще Ко мне Вопросы А Ну так Полина Очень Сереж Пока ты Здесь Давай Проведем С тобой Совместный Эфир Напиши Вот Сейчас Дату Я ее Сохраню Вот И Вызову Тебя Батл Лазаря Фит Гагарина Или Гагарина Фит Лазарь В общем Как тебе Больше Понравится Вот Надо Только На Камано Моргано Скинуться На Чем Аккаунте Это Будет С Мужем Мы Общаемся Естественно У нас Дети Вот И Мы В Прекрасных Отношениях Как Будешь В Красноярске Да Наконец Да Что Наконец У вас Есть Дети Какой Редкий Вопрос Если У меня Дети Да Тоже Больные Так Вот Поэтому В скором Времени Ждите Вот Такой Большой Пост Про Стереотипы Возраста Про Стереотипы Красоты Про Надо ли Или Не надо ли Делать Инъекции Как На них Реагирует Разная Кожа Вот Мне Нельзя Делать Помимо Того Что Я Дико Боюсь Уколов Как Я Уже Рассказывала В предыдущем Эфире Но Еще Мне Нельзя По Показаниям Потому Что У меня Очень Близко Расположены Сосуды И В силу Того Что У меня Съемки И Всякие Концерты Каждый Или Через День Или Через Два В общем Времени На то Чтобы Эти Синяки Прошли И Неизвестно Вообще Как Среагирует На самом деле Кожа Лицо Вот А я Еще Такая Девушка Особенная Особенно Вот С Минусом О ком Песни Расстояние Из личного Да Можно И так Сказать Да Ой Я вам Желаю Скорейшего Уздоровления Вот Поэтому Нет возможности Как-то себя Уколоть Правильно И Несколько дней Посидеть И подождать Результат А Я говорила Что я особенная Со знаком Минус В общем Все что Может происходить Какие-то Знаете Побочные Эффекты Реакции Какие-то Аллергические Реакции Вот это Все ко мне Поэтому Мне стоит Очень осторожно Относиться К этому всему К сожалению Или к счастью Я даже не знаю Вот Поэтому Что касается Болела ли я Ковидом Или нет И Хорошая тема Вы знаете Скорее всего Я болела Ковидом Вот Но Все это Прошло Достаточно Я Изначально Болела Ангиной Этим летом Вот Это моя Одна из Плохих Профессиональных Болезней Потому что Самое Как говорится Самое Ваше Рабочее И нужное Место Это ваша Ахиллесовая Питая Обычно Так бывает Вот Поэтому Если какая-то Вот Если что-то Если простуда То сразу У меня Первым делом Травмируется Горло Вот И у меня Значит Началась Ангина Все как всегда И Потом я поняла Что она Как бы Сильнее Обычного Вот И с температурой Хотя я Человек Болеющий Без температуры Что тоже Не есть хорошо Это странно Но в этот раз Была температура Но Небольшая 37 Самая высокая 37,4 Но Подламывала Естественно И В общем Я сделала Тест Он оказался Положительным И Я начала Все это дело Лечить Поддерживать Вот Себя У меня пропадал И Нюх И вкус Вот Причем удивительно Что каждый раз Когда у меня Я заболевала Какими-то Респираторными Заболеваниями То в принципе Для меня Это нормально Что пропадает Вкус И нюх Вот Из-за того Что отек Но в этот раз Отека никакого Не было Как такового Но при этом Пропал и вкус И нюх Полностью Когда я даже Не могла понять Кислое Соленое Сладкое Ну то есть Отрубает полностью Ты не Собственно Не можешь Не есть Не пить Потому что И нюх Да Пропадал Вот И Так Серьезно Не на Не на три дня На неделю Точно Через неделю Я стала Ощущать Какие-то Намеки На вкус Очень Нюх Ну да Обоняние Хорошо Вот Потом Это потихоньку Начало восстанавливаться И я могу сказать Что за Уже Там Шесть дней Это все Вот Эти все Симптомы Длились Вот Вот Единственное Что Обоняние И вкусовые Рецепторы Отрубились На подольше Вот А Дальше Тесты На вот эти Вот Антитела И на какие-то Еще дела Я уже сдавать Не стала Потому что Сказали Что Переболела Так и Переболела Какой у меня Там их процент Я Не знаю Но наверняка Они Есть Надеюсь А может И не надеюсь Никто Ничего не знает По поводу Этих антител Никто Вразумительного Ничего не говорит Вот У некоторых Есть и Антитела И Показатели Вот этого М Который Тоже Активен Поэтому Все очень Странно И вообще Иммунология Мне кажется Еще Ей предстоит Долгий Путь Прежде чем Мы Познакомимся Серьезно С Вот этим Новым Ковидом А может быть Он и старый Просто какой-то Мутированный Мутирующий Вот У тебя Хорошая И красивая Антитела Потому что Если тебе Вот скучно В моем прямом эфире Что ты комментируешь Тогда все время Вот Про что я говорила Так что Я надеюсь Что с ковидом Вопрос решен И мы с ним Как бы рассчитались И я надеюсь Что эта зараза Уже отступит Потому что Не Я думаю Что должны все Так или иначе Как-то С этим познакомиться Или есть такие Крепыши Которые в принципе Не восприимчивы К вирусам И Это наверное Очень крутые люди Вот И Дай бог Чтобы они Действительно были Вот Ну а если Таковых не бой Пусть все Переболеют В очень легкой форме Получат Свои Антитела И мы дальше Будем продолжать Жить Спокойно И Наконец-то Откроются все Концертные площадки Будем встречаться Будем встречаться Часто Давайте Прямой эфир Сереж Так давайте Я Я только за Сереж Уже напиши Что-нибудь Конкретное Нам нужна Конкретика С моими подписчиками Если вам Если вам Эта тема Будет близка Сейчас Эфир Полин Сейчас Сейчас А сейчас Сереж Ты можешь Выйти В прямой эфир Сейчас До меня только Дошло Если ты Комментируешь Можешь Выйти В прямой эфир К нам Сейчас Пока я еду В дикой пробке Вдруг Сергей В неглиже Полина Блогер Да Ну вот Так Ой Каролина Смотрит эфир Ух ты Каролиш Привет Я правда Не видела Что ты Помахала Так Может Он все может Ну Я не вижу Что вы цените В людях Больше всего Обширный вопрос Я ценю Правду Честность Честность Мне кажется В первую очередь Перед собой Я Ценю Открытость Доверие Это значит Что они Еще Не стали Циничными Я ценю В них Легкость Милосердие Сострадание Я ценю Наверное Я больше Говорю Про друзей Даже Ну Про тех С кем Я сталкиваюсь Я очень Рада Когда люди По-настоящему Могут Радоваться Этой 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 По-настоящему Ценить То Что Имеют Искренне Вообще Я люблю Жизнелюбов Вот В них Очень много Света В них Очень много Позитива К ним С ними Хочется Быть Находиться Рядом Мне кажется Что я Сама Жизнелюб И бесконечно Это Транслирую Всем И Без Остатка Себя Отдаю И настраиваю Всех На такую же Волну Это очень важно Мне кажется Иметь В себе Этот стержень Вчера Только Прочитала Очень хороший Пост Оксаны Лаврентьевой Что Она себе Стала давать Максимум Сутки На переживания Потому что В какой-то Момент Она Даже Наслаждалась Порой Каким-то Какими-то Страдательными Днями В общем Упивалась Своим Вот этим Своими Какими-то Переживаниями Драмой Вот И в этом Тоже Находила В этом Тоже Находила Наверное Какой-то Знаете Интерес Вот Но на самом Деле Это Нифига Не интересно Секунду У меня сбился Фильтр Сережа Скажет Что Я Некрасивая И Выйдет Из эфира Вот Так что Мне кажется Вот И она написала Что теперь Она дает себе Только Сутки На пострадать А уже На следующий день Она берет себя В руки И Собственно С Песней По жизни Вот Так что Мне кажется Вот Физически Настраивать На Все Хорошее На Позитив И Стараться Решать Решать То что Во-первых Находить Исток Проблемы Докапываться До ее Истинных Корней И Как говорят Психологи Когда ты Знаешь Что у тебя За проблема Это уже 80% Успеха Остальное Дело Ну Не малым Конечно Остальное Надо ее Решать Но Надо действовать Вот Поэтому Мне кажется Что за этот год Я Очень многое Для себя Интересного Открыла В себе Самой И Силы Потаенные Тоже Оказывается У меня Их Намного Больше Чем Я Могла Думать И Поэтому Я Познакомилась С своими Новыми То есть Face to face Толкнулась Лицом К лицу С этими Новыми Обстоятельствами Моей жизни И Они Оказались Сложными Но Интересными К решению Так что Я в процессе Чего и вам Всем желаю Находиться В процессе Это тоже Кстати Интересно Может быть Даже Интереснее Чем Результат Вот Сережа К нам Выходить Смотрит Ну У нас Вот такой Дружеский Тандем С Сережей Поэтому Я думаю Что Ничего страшного Что интересуется Наоборот Приятно Что Сережа Интересуется Как назвать Котенка Если Она Назовите Матильда Если Он Назовите Кошак Мне кажется Что Наш эфир Получился Очень даже Правда Что вы Открываете Свой Продюсерский Центр Опа У меня есть Такое Желание Открыть Не Продюсерский Центр Открываете Детей Одаренных Актерским Мастерством Вот Это мне интересно Я обожаю детей Я очень Надеюсь Что Я буду В следующем Детском Голосе Потому что Они Меня Так Зарядили Мои Молоши В прошлом Году Они Так Меня Окрылили На Самое Светлое Будущее Что У нас Вот Такие Замечательные Талантливые Детки Будут Нашим Лучшим Продолжением Вот Поэтому Я бы Хотела Стать Наставником Детского Сезона Следующего Посмотрим Как Как Решит Канал И В связи С этим Я бы Очень Хотела Сделать Какое-то Творческое Объединение Центр Творческий Центр Именно Детский В котором Будут Собираться Самые Талантливые Которым Я Буду Помогать Делиться Опытом Мы Сберем Я уверена Какой-нибудь Могучий Состав Педагогов Которые Будут Мне Позвонили Я Отключилась Вот Я Вернулась Так Что Продюсерский Не Продюсерский А Творческий Детский Центр Вот У меня В Вишлисте Одна Из Если Так Можно Сказать Так Что Очень Надеюсь Что Я Это Сделаю Я Это Осилю Наверное Не В Ближайшее Время Мне Ещё Самое Нужно Окрепнуть Для Управленческих Таких Дел Вот Но Я Я К этому Стремлюсь В Машине Не Холодно Ура Мы Вырвались Машине 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 Продолжение следует...